Сергей, вы начали выступать еще в начале 80-х. Почему вы выбрали этот путь? Потому что, можно сказать, вы же выросли среди акул пера. У вас и дедушка писатель известный, и папа журналист, и у вас даже есть журналистское образование, если я не ошибаюсь. С чем связан этот путь? Да, Лиза, семья такая журналистко-писательская. И более того, у меня мама русский литературу преподавала. То есть я таким подгнетом в хорошем смысле вырос. Литература, искусство, вот это очень приятно. Но то, что касается моей судьбы, это так сложилось просто. Я ничего специально не делал. Журналистикой у меня просто получалось заниматься. Я писал какие-то сначала маленькие статейки, потом стал работать сам, издавать газету в райцентре, в Ордынском, у нас в Новосибирской области. Но музыка всегда, она была, то, что называется в моей жизни, она была на первом месте, потому что это и когда брат показал первые аккорды, это была гитара. Понятно, что какой-то несознательный период, это с седьмого по десятый класс, это девчонки-посиделки во дворе, какие-то песни, у беды глаза зеленые, все дела там. А потом это уже более осознанно, когда я стал уже сочинять свои песни. И приезд в Москву, в 93-й год, конкурс Юрмала, такой знаковый, уже вышел мой первый альбом. И я уже понял, что вот это вот мой путь. Хотя, в принципе, журналистская профессия, которую я получал, она мне не мешает, наоборот, помогает. И особенно в 90-е годы в журналистику вообще просто... Каждый молодой человек считал, что он журналист великий. И просто мне приходилось даже статьи какие-то обо мне вычитывать, корректировать, поправлять людей, потому что люди просто неграмотно писали, в принципе, по-русски. И приходилось этим заниматься, то есть это мне нисколько не мешает до сих пор. Я считаю, что каждый должен своим делом заниматься. Ну, пусть политики занимаются политикой, а... Ну, нужно в этом разбираться, по крайней мере. Потому что у нас все занимаются политикой, ну, вот. И еще такой момент, что, в принципе, и мои песни, мои произведения, они, собственно, не все лирические. Если взять первые альбомы 90-х годов, то как жила наша страна, как она выздоравливала, все там отражено в песнях, вся жизнь. То есть это и какие-то разбойные у меня песни, и песни о том, как вот мы жили, это песни там разводят, я помню, и Миша Щелк, и все это какие-то истории, взятые конкретно из жизни 90-х. Вот. И по тем моментам, когда страна стала выздоравливать, и сейчас я стал понимать, что все-таки мне больше интересна чисто такая лирическая направленность, потому что нет ничего выше взаимоотношений между мужчиной и женщиной. У меня даже песня есть такая, я ее всегда пою, очень давно, она называется «Одинокая ласточка». Она обладает мистическим свойством, когда женщины поют ее вместе со мной, хоп, на следующем концерте мужчина рядом уже сидит. То есть это действительно так, и я вижу, что женщины в это верят, и по многим городам в гостевую приходят письма, говорят, Сергей, спасибо огромное, мы спели «Ласточку», я познакомилась со своим там мужем теперь уже, и там я сам удивляюсь этому. Думаю, вот какая-то такая полушутка, она переросла в нечто большее, в нечто хорошее, и приносит людям, женщинам, пользу. Я скажу честно, Лиза, я когда приехал из Новосибирска в Москву, я даже имел смутное представление о том, как артистами в принципе становятся. У меня было убеждение, мне было 20 с небольшим лет, было убеждение, что это люди, которые где-то работают на основной работе, где-то там на заводе, я не знаю, а поскольку они талантливые, умеют петь, их приглашают просто на телевидение, и они там поют, а утром опять едут на работу. Это искренне было у меня такое убеждение. Уже я потом узнал, что есть филармонии, есть артисты, которые профессионально где-то зарплату получают, там и все прочее. Вот, и поэтому, конечно, у меня совершенно не было, как артистом стать, как чего это. Это с годами постепенно я все узнал, и совершенно естественно получилось. Причем у меня несколько раз было такое, что я хотел вообще завязать. Ну, хотел завязать. 90-е годы, концертов нет, нет ничего, поддержки нет ни радиостанции, ни телевидения. Совершенно один со своими песнями, и, конечно, там и семья, и все прочее, и нужно было как-то зарабатывать, нужно было, и я работал там на одной, на двух, на трех работах. А все деньги вкладывал, опять же, в записи песен, там, что-то такое. Ну, были такие непростые периоды, но, слава богу, удалось мне преодолеть их, и теперь я понимаю, что все было не зря, потому что публика, которая сегодня сидит в залах, это благодарные люди совершенно, они все это ценят. Многие из них не знают, какой там путь пришлось пройти, чтобы донести до них вот эти сегодняшние песни. Ну, а на тот момент, если говорим про те времена, что все-таки удержало в музыке? Сложно сказать, но, наверное, все-таки понимание того, что как бы на тот момент это не приносило никаких материальных благ, никаких денег, ничего, но понимание того, что это именно у тебя получается лучше всего. Ну, можно пойти торговать там еще или еще что-то делать, но я понимал, что это не мое, и я потом пожалею, я уйду, да, у меня будут деньги такие быстрые, сегодня будет машина хорошая, вот, но я потом пожалею очень сильно об этом. И мне говорили вот пара настоящих, так надежных друзей, они говорили мне, ни в коем случае, говорит, не бросай, перетерпи там и все прочее. Ну, так и получилось. Ну, вот вы уже сказали, что родом из Новосибирска, сейчас вас что-то связывает с нашими краями. Конечно, я безумно люблю Сибирь и вообще, и в коллективе своем, и где бы то ни было, в компании, за границей, в Америке, извините, я пропагандирую именно эту часть суши Сибирь, и в таких преувеличенно красивых красках, я говорю, какая у нас рыбалка, какие у нас природа сумасшедшие, леса, Алтай, я говорю, это вот просто Швейцария, это курит просто, ни в какое сравнение. Вы что, говорю, езжайте в Сибирь, посмотрите, какие люди там, какие люди простые, какие они открытые, какие они добрые, там, справедливые, и все-таки вот то, что вмещает в себя вот слово «сибиряк». Вот, и поэтому, конечно, я приезжаю домой, у меня вот недавно был, буквально два дня назад, концерт в Новосибирске, пришли все друзья, пришли все однокашники, там, наверное, треть зала была, господи, потом мы поехали в ресторан, я встретился с людьми, которыми 30 лет не виделся, просто не виделся физически, вот на улице я бы их уже точно не узнал. Ну, поменялись люди настолько внешне и все прочее, но насколько это было приятно, и помимо всего прочего, я понял как бы одну такую очень важную вещь, что основное – это даже не какие-то природа там или что-то, что тебя связывает с местом. А в первую очередь это люди, это друзья. Все-таки Россия, она же живет, жива, и какие-то ценности духовные, они остались все-таки. И я очень рад, что моя музыка, она какой-то частичкой вот в этом огромном духовном пласте, она людям как-то помогает. И об этом говорят, вот у нас сейчас уже, по-моему, восьмой концерт будет, завтра там в Киселевске, вернее сегодня, а завтра будет в Новокузнецке, в Театре Металлургов. И зал стоит и стоя приветствует на финальной песне. Вот это вот дорогого стоит. Насколько сегодня именно для России актуальна музыка в стиле шансон, жанровая песня, так называемый русский шансон? Или вы вообще уходите от вот этих жанровых понятий? Да, я вообще ухожу, я вообще считаю, что настолько это наивно. Это, наверное, актуально было в 90-е годы, когда половина страны жила по закону, а половина страны жила по понятиям. Тогда это было актуально. Жанровая, нежанровая. Сейчас это все настолько перемешалось. Сейчас задача просто создать хорошую песню, чтобы она понравилась человеку конкретному. Не уходить в политику, вот в эти жанры. Все жанры – это политика. Ага, вы из попсы, а мы-то из шансона, а вы из рока. И вот начинаются вот эти политические вот эти игры. Создайте хорошую просто песню, и люди вам скажут спасибо. Не надо играть в эти жанры. Что такое шансон в западном понимании? Это просто хорошая песня, спетая от души, от сердца. Великолепные исполнители с мировым именем. Лара Фабиан, Патрисия Касс, Луис Мигель, Гару – это артисты жанра шансон. Понимаете? А их любят и знают во всем мире, от Америки до России. И поэтому говорить о том, что жанр, не жанр, просто люди исполняют великолепный материал, великолепные подачи с отличными аранжировками и считают, что это главное. Они вообще не заморачиваются. Какой жанр там это самое? Когда Фредди Меркури в одноименной книге продюсера его спросили, Фредди, а вы какой все-таки жанр-то поете? Он говорит, да мне все равно. Поп, наверное? А может быть, рок? Мне, говорит, вообще до барабана, что я просто пою от души, я пою, сочетаю классику с роком, классику с поп-музыкой. Мне это нравятся, вот эти эксперименты, вот эта эклектика. А какой жанр? Да это все равно. На Западе вообще этим никто не заморачивается. В каком поет конкретно человек жанре? Не важно. Ну и российским исполнителям. То есть вот вы уже практически ответили на завершающий вопрос. Не нужно зацикливаться на жанрах, нужно просто преподносить то, что чувствует. Ведь изначально важен материал. Я всегда советую молодым ребятам, которые только начинают азы. Ребята, пишите, делайте упор на именно хорошие, качественные песни, на текст, на музыку. А как аранжируют уже это в стиле рок или в стиле шансон, это вообще не важно. Важно то, что вот эту песню вы донесете людям и понравится ли она людям. Сначала вашим друзьям, потом уже аудитория будет расширяться и так далее. Вот это самое важное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин